На этой неделе мы читаем главу «Кит-Исса». «Кит-Исса» – это означает, когда будешь считать ебреев. Ну, евреи называются стадом Всевышнего. Он наш пастух, мой его стадо. Кто-то сказал Рабе Акиве, «Хорош тот пастух, который…» «Хороша та овечка, которая в окружении 70 волков». Никто ничего не может с ней сделать. Поэтому Рабе Акива – «Хорош тот пастух, который стоит рядом с овечкой, с палкой отгоняет волков». На самом деле запрещено считать евреев. Запрещено считать евреев по головам. Раз, два, три, четыре, пять. Запрещено считать. Можно считать, как считали в пустыне. В пустыне считали по полушекеровой монете. Три раза в этой главе говорится «Хацы шекель», полушекеля. Три раза приносили евреи по полушекелю. Один раз приносили на серебряные подножья для мешкана. Значит, второй раз приносили для курбаноцы бур, чтобы не был жертвенник пустым. Третий раз приносили при строительстве мешкана. То есть второй раз приносили при строительстве передвижного храма. Третий раз приносили курбаноцы бур. Намек на это говорится о три раза о половине шекеля, половине шекеловой монеты. Если бы человек приносил что-то цель на цельную монету, то можно было бы, он бы мог разгордиться. А мы должны приносить полушекелевой монеты. Таким образом считали количество евреев. Количество евреев было равно 603 550 при подсчете полушекелевых монет. Он 20 лет и старше. Почему нельзя считать евреев? Когда человек считает деньги, например, он считает их, не левает разницу между каждой монетой, которую он считает, он считает общее количество. Каждый еврей – это отдельный мир, поэтому всех вместе считать нельзя. Каждый – он сам по себе. Каждый – это индивидуальность. Каждый – Шелия Гошема. Каждый – посланник Бога, который послан в этот мир, чтобы исполнить его волю. У каждого – свои испытания. Каждый – сам по себе. В то же время мы вместе один народ. Так начинается эта глава с подсчета евреев. Говорится, что написано «Кит Исаи» тоже на Исраиле. На самом деле, когда будешь поднимать евреев, не будешь считать, а будешь поднимать. Каждый еврей должен сам себя, прежде всего, поднимать. Понимать, что он – Сын Божий. Понимать, что то, что написано в Тории, «Банима темна шемру кехем» – «Сыну, сыну и Господу Богу вашему», ни в коем случае не забывать это. Помню, я один раз вышел с Таханымер Казид Перушалайами, был в плохом настроении, шел, утрученный. Там танцевали бредсовские хасиды. Один из них подошел ко мне и сказал, «Не забывай, что ты – Сын Бога». О, сразу поднял мне настроение. Человек должен ни в коем случае это не забывать. Только от одной мысли об этом можно приходить в радость. Сказывается в этой главе также о том, что Мушар Абейну сделал масло помазания. Масло помазания состояло из 11 растений, которое, по-моему, это масло помазания использовалось для того, чтобы помазать мешкам, помазать его принадлежности, передвижного храма. Также оно использовалось для посвящения Аарона на его сыновей, для коенства, для коенов. Также было в этой главе написано, как делать кторет в оскурении. Еще в этой главе написано так. «Вешам рубны и сар эда шаббат». И будут соблюдать евреи день субботний. Так написано «Шамор везахор бедибурхат». Так мы читаем в молитве на шаббат, когда мы встречаем шаббат, мы читаем «Шамор везахор бедибурхат». Помни и соблюдай день субботний. Шамор относится к заповедям, которые относятся к шаббату, есть вообще в торе заповеди, которые являются асе, повелевающими. А есть в торе заповеди, которые являются лотасе, запрещающими. К шаббату относятся как шамор, запрещающий заповед, так и захор, повелевающий. Захор – это зажигать свечи, делать кедуш. Шамор – это соблюдать 39 видов работ, которые нам известны по устной торе, которые используются при строительстве передвижного мешкана, храма в пустыне, который запрещено нам исполнять в шаббат. Объясняет такой Равбаль Арух Банер, что самые лучшие, самые тяжелые годы у евреев было, когда шаббат попадал на первый день Рожешана. То есть бывали либо очень хорошие года, либо очень плохие года. Почему? Рожешана – это день, когда каждому еврею расписывается на весь год его судьба. Поэтому как еврея встречает Новый год, так он его и проводит. Как евреев встречает Рожешана, если он тем более попадает на шаббат, так он его и проводит. Если он соблюдает шаббат и встречает его достойно, то и год будет хороший. На что это похоже? Говорит Бааль Арух Ланер, автор книги Арух Ланер. Он говорит так, что шаббат выступает у Бога либо в роли прокурора, либо в роли адвоката. И приводит такую притчу, что один из министров царя провинился и был осужден на смерть. Не помогли уговору родственников и близких. Вот жена министра. Она была парни, которая сшила царю. И из-за этого она имела связи при дворе. Она пошла к царю. Напомнила, что она шьет царские одежды и сказала, если мой муж умрет из-за тебя, я тоже не смогу больше обслуживать тебя, господин мой царь. Вот чудо, царь смело восстился над ее мужем. Это шаббат, который выступает в роли жены, который выступает в роли жены, в роли адвоката. И дай Бог, шаббат может выступать в роли прокурора. Если похожий случай, другим министрам, который тоже провинился перед царем, у его жены тоже были важные функции при дворе. Но не помогли уговоры, никакие царь приговорил этого министра к смерти. Поинтересовались министры почему. Причина была в том, что когда она пришла к царю просить за своего мужа, на ее лице были видны следы побоев. Побитая жена. Сказала ей царь, я очень хочу, чтобы ты продолжил работать в царском дворе. И поэтому я выведу убить твоего мужа, чтобы ты осталась целой и невредимой. На что это машина, на что это притча. Что когда евреи соблюдают шаббат как нужно, Бог спасает свой народ. Но если нет, то шаббат, не дай Бог, превращается в прокурора и обвиняет еврейский народ. И как бы шаббат обращается, как бы Бог обращается к шаббату и говорит, «Ночь моя, именно за того, что я люблю тебя, твоего блага, я уничтожу твоих детей из этого мира. И я уничтожу, не дай Бог, детей из этого мира. Так только я смогу их привести к шмират шаббат, к соблюдению суббот». Понятно, что не дай Бог, что еврейский народ уничтожался, чтобы привести его к соблюдению субботы, потому что если будет уничтожен, кто будет соблюдать шаббат? Наши мудрецы говорили, что шаббат, слово шамор, шамор, дьяма шаббат, написано в этой главе. Соблюдай день субботний. Шамор еще означает не только соблюдай. Шамор означает жди, в пятидень субботний. Так написано, что когда Йософ видел свои сны, Яков шамар, это давар. То есть ждал, когда это исполнится. Точно так же еврей должен ждать, когда придет шаббат. Уже со среды вечера можно еврею говорить другому. Еврею шаббат шалом. Со среды вечера, начиная, можно говорить шаббат шалом. Уже в среду можно человеку, в четверг, в пятницу можно человеку говорить шаббат шалом. Вскресенье, понедельник, вторник – это шаббату. А среда уже шаббат шалом. В средней неделе надо ждать шаббат. Сказывается такая история, что один раз две женщины, богатые из Лондона, они поехали отдыхать в Швейцарию. Сняли бунгало на 10 дней и решили быть отрешенными от этого мира. Ни телефоны, ни телефоны, ничего. Когда они приехали во вторник улетать, им сказали, что уже среда. Получается, что в шаббат они готовили на воскресенье, потому что думали, что воскресенье – это шаббат. И пришли они, зашли, не дурав Ильяшева, который тогда жил. Он сказал, спросите их, какая катарак, кое искупление греха. Он сказал, основное искупление греха – основание уроков по шаббату, по законам шаббата. Табанес основали урок по законам шаббата. Как говорит Ховатсхайм, автор Мишны Бруры, в своем предисловии к своей книге, он говорит, что у человека практически нет шансов соблюдать шаббат, как нужно, если он не изучает законы шаббата. Мы к шаббату еще вернемся. А сейчас написано, что в начале главы, кстати, эта глава очень интересно разбита, на 7 дней каждая глава тоже разбита. Обычно эти 7 отрезков, они примерно одинаковые. Но в этот шаббат будет по-другому. В этой главе довольно много предложений, 139. Ну, вроде бы, надо бы разбить на 7 равных частей, но нет. Первые две части берут 92 предложения. И только остальные предложения, получается 47 предложений, берут 5 следующих дней, недели. Значит, каждая глава разбивается на 7 дней недели. 7 поднимается человек к Торе, и первые двое, Коин и Лели, поднимаются к первым 92 предложениям Торе. Почему? Чтобы евреи не стеснялись, что их праотцы служили идолам в пустыне, чтобы их праотцы сделали золотого тельца. Того, что колено леви не участвовало в грехе золотого тельца, из-за этого, чтобы евреи и другие не стеснялись, читают, читают главы, которые касаются изготовления золотого тельца, читают в первых двух днях недели. Написано также в этой главе «Винатну ишкофернавшу». То есть, эти три полушекелевые монеты, которые, кстати, дают, самый лучший день, когда давать эти три полушекелевые монеты, это «Минха в Танит Цебур, Танит Эстер». «Минха в Хост Эстер». Значит, у нас в этом году попадает Пурим, через месяц он будет, сегодня у нас наступил Пурим Катан, а через месяц у нас будет настоящий Пурим. Так вот, настоящий Пурим наступает в других городах Израиля, кроме Иерусалима, в среду вечером. В среду с утра до вечера у нас есть пост. В Иерусалиме Пурим наступает в четверг вечера. У нас есть пост в среду. И в Минху на Танит Цебур, на пост Эстер принято давать три полушекелевые монеты. У ашкинавских евреев принято давать три по-настоящему полушекелевые монеты. Понятно, что если на бедных, понятно, что если человек хочет добавить садаку, он может добавить. У сапарских евреев дают стоимость этих, в этом смысле, если кто поскупее ему, в смысле трех полушекелевых монет, легче быть ашкинавским евреем. Значит, садакские евреи дают стоимость полушекелевых монет, это примерно 10 граммов серебра, примерно составляет 25 шекелей, то есть 75 шекелей. Если кто-то из ашкинавских евреев решит дать 75 шекелей, то уже не проблема. Почему дают, лучше всего давать эту вещь для бедных в Танит Цебур, в пост? Потому что есть цом, коль, мамон. Потому что перед Минхой цом, пост, Минху молитва, коль, мамон, это деньги. Это три самые лучшие вещи, которые могут быть у евреев. Цом, коль и мамон, пост, голос и имущество. Поэтому, несмотря на то, что можно давать с начала месяца ада, эти три полушекелевые монеты, принято давать их Минху перед наступлением Курима. Ну, Ишкофернавшо написано в этой главе. И будет человек давать искупление за свою душу. Эти три полушекелевые монеты, это искупление за душу человека. В принципе, принято давать за мужчин, которые в возрасте старше 20 лет, больше 20 лет. Если кто-то давал за своего сына, как начиная с 13 лет, он должен продолжать давать. написано «Зака будет спасать человека от смерти». Если мы прочитаем слово «Винатну» и будут давать каждому человеку искупление за свою душу, то «Винатну» можно прочесть и справа налево, и слева направо будет одно и то же. Почему? Учит Баля Турим, что «Винатну» можно прочитать и так, и так, и справа налево, и слева направо, потому что то, что человек дает на дзадаку, в итоге к нему возвращается. То есть он не будет терять из-за того, что он исполняет эту мицу. Более того, дзадака спасает от смерти. Есть такая история, которая рассказывается в книге на вспоминания евреев-псалоников. В Псалониках в Греции когда-то была большая еврейская община до Второй мировой войны. И там жил такой богач по имени Моша Алтини, который очень был известен в городе Салоники своим богатством и тем, что он был очень щедрый человек, развивал бедным много. Один день к нему пришел пожилой человек утром. В этот момент он собирал кратчемоданы и торопился очень в порт, чтобы ехать по делам своим в Марсель. Алтини понял, что этот старик пришел чтобы просить помощь. И он намекнул своим слугам, чтобы дали ему две монеты. Но этот еврей стал плакать и просил, чтобы этот богач задержался и прочел письмо, которое у него в руках перед тем, как он будет давать ему милостырь. перед временем как будет давать ему дзадаку. Значит, этот богач был человек очень милосердный. Он быстро раскрыл конверт, прочитал, что там Раф пишет, что этому человеку надо дать хорошую Алвау, хорошие деньги, потому что он женит детей, у него там много проблем. Тогда он дал ему эти деньги и быстро поспешил в порт богача Алтинь. Но он не успел. В итоге он не успел на корабль и когда он вернулся домой, он очень был злой, он настроен, он накричал на своих служащих, почему они ему дали этого старика, чтобы он считал, что из-за времени, которое он потерял на старика, он в итоге не поехал в Марсель. Но через некоторое время его настроение абсолютно изменилось, когда он получил из Франции телеграмму, которые его спрашивали, действительно ли он поехал на этом корабле, потому что корабль, который должен был прийти в Марсель, посреди дороги он натолкнулся на скалу и затонул. Ну, понятно, что он нашел этого старика, очень благодарил его, дал ему большую дзаку еще. Кстати, что люди, которые провелся дзаку, бывают очень интересные люди. Я помню, что в синагоге, которую я ходил, в Вижнец, такая синагога для нашего дома в Иерусалиме, приходил один старик, который каждое утро просил дзаку, он приходил в синагогу, и очень долго каждого человека, кто бы ему что ни дал, очень долго его благословлял. Ему стоило дать полшекеля, шекель, не важно сколько, он очень долго благословлял каждого, кто давал ему дзаку. Вот помню, я один раз встал довольно поздно, пришел на меня, поздний меня, примерно в полдесятого, не к десяти, я увидел, что этот старик тоже молится. Вдруг он ко мне подошел и говорит, ты знаешь, почему я поздно молюсь? Я его не спрашиваю, он просто сам решил мне объяснить. Я говорю, почему? Потому что, говорит, моя профессия, то, что я прошу дзаку, это у меня из поколения в поколение. Мой отец спросил, мой дед просил, я так получил по традиции от своих отцов, что благословение, которое я благословляю людей, засчитывается как молитва. Поэтому ты не думаешь, что я так поздно молюсь, что я только начинаю молиться. Я уже начал молиться очень давно, несколько часов назад, когда я только начал проходить по синагогам. А сейчас я молюсь, продолжаю свою молитву. То есть он засчитывал те браход, которые, те благословения, которые он благословлял людей, он засчитывал как свою молитву. возвращаемся к шабату мы уже сказали что то что написано в торе и соблюдайте этот шаббат потому что он будет вам святым говорит гимара удивительную вещь если бы евреи соблюдали первый шаббат который был дан то никакой бы народ не мог ими править а написано в торе что не соблюдали первую шаббат а что было моего мошки и от суммена амлиль кот падал ман и они вышли собирать этот man были люди которые вышли собирать мам ну хорошо а какой они при этом сделали грех какой грех собирать ман шаббат самом деле мы знаем эту историю что а я вам уже рассказывал о том что это наберем специально разбросали шаббат который поели люди которые больше собирать ман шаббат так вот какую работу при этом нарушает тот кто выходит собирать ман шаббат есть мудрецы которые говорят вязать снопы и смотрится которые говорят отрывать есть мудрецы которые говорят что работа заключалась переношение изба из общественного владения в лично по крайней мере такие такие смене и мы учим что если бы только они соблюли первый шаббат никто бы не мог на выправить потому что сразу же написано после того как евреи вышли собирать man шаббат тоже написано пришел а малек то есть если бы не нарушили шаббат он бы не пришел несколько маленький вопрос написано что они не нашли ман а если они не нашли мана что они нарушили те которые нам пришли мы сказали уже что птички поели этот man что же она нарушилась Если они вышли собирать ман, ничего не нашли. Что же они нарушили тогда? Значит, если так, то почему вообще Гемара им говорит, что если бы не нарушили первый шаббат, не правил бы над нами ни один народ? Что же они сделали такого? Получается, что на самом деле шаббат нуждался в охране, шмира. И они не соблюдают эту охрану. То есть человек, они не нарушали шаббат как таковой. Им не хватало лишь шморы до шаббата. То есть то, что написано в Торе, шушмартэмэда шаббат, сохраняйте шаббат. То есть они собирались сделать какую-то работу, они не соблюдали то, что написано у шмартэм, и сохраняйте шаббат. Так написано, что... Где у нас есть еще такое понятие шмира? Есть у нас понятие шмира в мацот, в маце. Что на самом деле каждая маца, которая используется для Песоха, называется... Должна быть маца шмура. Что такое маца шмура? Лучше, когда с момента, когда собирают колосья, это видно, что эти колосья не попадали уже, когда их собрали. Если они растут в земле, понятно, что они попадали под дождь. Но с тех пор, как их собрали в колосье пшеницы, эти колосья не были в каком-то месте, которое было под дождем, или они не были во влажном месте. Это считается самым лучшим маца. Надо сказать, что в Советском Союзе была большая проблема с этим. Потому что, когда ослабла религия, ослабла Тора, некоторые евреи забыли, что покупали, когда приготовили мацу, не говоря уже о том, что в некоторых местах вообще забывали о том, что должно пройти не больше 18 минут. В некоторых местах забывали о том, что зерно в Советском Союзе вымачивали. И поэтому из-за того, что вымачивали зерно, когда покупали муку для делания мацы, она была уже не кошерной для мацы. Поэтому я помню, в Грузии, когда только там делали мацу, были большие проблемы со светом, с газом, со всеми делами. Я помню, что всегда в Грузии так было принято, что приходили покупать мацу за день-два до Песаха. Так бывало, что делали до этого мацу пару-три-три-три месяца. Никто не приходил, никто не покупал. Были целые склады с обидой мацой. Но за 2-3 дня приходили все покупать мацу, и маца конь началась в Грузии. И евреи не знали, что делать, обращались ко мне. Я тоже не знал, что делать, потому что до этого мы купили зерно. А сейчас где мы могли купить зерно? И тогда был такой у нас в общине царик по имени Габриэль, праведник, который работал мажгехом на этой маце. Вот там мне бедного и били. И часы у него отнимали, потому что... Часы у него воровали, потому что он следил, чтобы было бы строго не больше 18 минут. Я помню, что покупал ему за небольшие деньги несколько пар часов. Так вот, он сказал, я найду зерно. Он поехал на рынок, у него была машина москвич, которая ездила на митцву только. Вот он поехал на рынок, и он достал зерно. Было большим чудом перед Песхом достать зерно, которое вообще не продается на рынке. Он достал зерно, привез его в синагогу, и так ломаться отбились. Написано в шмартэмэда шаббат. Соблюдайте день шаббат. Шаббат – это источник богословения для еврейского народа. Я помню, как много лет назад ко мне пришел один из моих родственников и сказал мне такую фразу. «Бог меня, наверное, очень любит». Я запомнил эту фразу, теперь я ее часто повторяю, когда мне плохо. «Бог, наверное, меня очень любит. Почему?» Я спросил его, почему так думаешь? Он сказал, потому что если бы не любил бы, не замечал бы. У меня сейчас все пошло крахом. Все, что шло хорошо, все пошло крахом. И бизнес, и все. У меня просто все идет крахом. Я остался в долгах. Что мне делать? Что мне делать, чтобы расположить к себе Всевышнего? Он меня спросил. Он сказал, я не знаю, это большие люди должны решать. Но я думаю, что прежде всего надо начать соблюдать шаббат. Давай поедем к большому уравину в Бнейбрак и спросим у него. Мы поехали к большому уравину. Тогда мой уравина был у Рабхаим Грейнман. Он из Бнейбрак он сказал то же самое. Надо начать соблюдать шаббат. Шаббат – источник благословения. Начал соблюдать шаббат, и все. Слава Богу, у него вернулось. Слава Богу. Написано про шаббат, что шаббат – это знак между мной и еврейским народом. Так говорит Всевышний про шаббат. Брит Хопат Схаим, что шаббат – это как вывеска. Как если у сапожника, например, нет вывески, что здесь работает сапожник, то никто не понимает, что здесь работает сапожник. Так у портного должна быть вывеска, что здесь работает портной. Так шаббат – такая вывеска перед евреем, что он еврей. Шесть дней Бог творил мир, седьмой день отдыхал. Это день отдыха и святости. Рассказывается про правителя иудеи. Римляне по имени Торнос-Хробус. Который спросил Рабя Акибу, чем отличается шаббат от других дней недели. Сказал ему Рабя Акиба, а чем ты отличаешься от других людей? Сказал ему наместник, меня назначил император Рима, поэтому я более важен, чем все остальные люди. Сказал ему Рабя Акиба, Всевышний осветил день шаббат из всех дней, и этим он восхваляем из всех дней. Спросил его тот Торнос-Хробус. У тебя есть доказательство важности шаббата? Может быть, вы перепутали его с другим днем? Ответил ему Рабя Акиба. Есть такая река по имени Самбатьон. Все дни недели она кипит. Она такая река, которая горная, и она переносит камни. Но в день шаббат она останавливается и не перебрасывает камни. Сказал ему Стропус, это река далеко, я не смогу ее увидеть. У тебя есть еще доказательства? Ответил ему Рабя Акиба так. «Ты можешь делать кшафин, римляне умели колдовать, ты можешь колдовать и вызывать душу своего отца, который находится там». Он не сказал, где я думаю, в аду. Но в шаббат ты не сможешь это сделать. И так и было, что в день шаббат на самом деле отдыхают не только на земле, отдыхают и на небесах. Кстати, Явец, который составил шаббатную молитву Лиха Дуди, пишет, что можно еще увидеть такой симан, такой признак, что в шаббат можно увидеть, что голуби не отрывают от деревьев. В день шаббат. Потому что нельзя в шаббат отрывать от деревьев. Даже голуби это понимают, не отрывают от деревьев. Если голубь чувствует шаббат, то тем более человек должен почувствовать. Подсказывается про одного нееврея, которого звали Рабиоханан бен Порат. Он принял гиур. Почему он принял гиур? Говорится, что он стал евреем. С каких пор? Он купил корову у еврея. И эта корова была настолько привыкшая, что она отказывалась работать в шаббат. Он хотел работать в шаббат, он не собирался отдыхать в шаббат. Поэтому он пришел к еврею. Хотел вернуть ему и сказать, что он не хочет такую корову, которая не работает в шаббат. Тогда еврей прошептал на ухо корове, что на самом деле она сейчас не в его владении, не у еврея. И поэтому ей надо работать в шаббат, ничего не поделаешь. И когда это услышал этот нееврей, новый хозяин коровы, он решил, что если корова понимает, что надо соблюдать в шаббат, то тем более он. Он гимар называет бен Порат, потому что нельзя его называть бен Порат. Это было бы некрасиво назвать его того, что он от коровы пришел к иудаизму, того, что от коровы пришел к тому, что надо соблюдать шаббат. Шаббат – это основа еврейского народа. Когда человек… И эта основа заключается в том, что все, что человек хочет построить, это не может существовать, говорит Хобетсхайм, без того, чтобы он соблюдал шаббат. Без шаббата нет еврейской жизни. Каждый эраб шаббат, мы говорим такую молитву, которую составил, как я уже сказал, «Пойдем, друг мой, навстречу в субботе, будем встречать невесту». Пойдем, друг, навстречу в субботе, потому что она источник бодословения. Шаббат – это источник бодословения. Знаете, люди, бывает, что они хотят получить какое-то благословение в жизни. Они приходят к каким-то большим рабам и приходят к бабам так называемым. Просто у них благословение. На самом деле, если мы считаемся в эти строки раби явится, то мы увидим, что источник бодословения, не надо приходить к каким-то бабам. Источник благословения – это шаббат. Бабы я имею в виду так называемого раввина, который строит из себя каббалиста. Шешет Ямим Тасе Мелаха. Шешет Ямим Ясэ Мелаха. Шесть дней будет делаться твоя работа. То есть, шесть дней будет делаться твоя работа. Если ты будешь соблюдать шаббат, у тебя будет ощущение, что работа делается сама по себе. Шаббат нельзя разговаривать так, как разговаривают в будни. Человек должен в шаббат… Известно было, что, например, в шаббат даже амга-арекцы, простолюдина, они не обманывают. Поэтому, например, верили простолюдину, который говорил в шаббат что-то… Если он говорил про шаббат, что это кошерка, то он говорил, что это вещь кошерная, ему верили, хотя обычно ему не доверяли, потому что в шаббат даже амга-арекцы, простолюдин, он не лжет. Так было, по крайней мере. А бывает, когда люди делают насмешку из шаббата. Бывает, когда люди говорят, не в шаббат будет сказано, и начинают говорить, что эта вещь стоит, например, рассказывают такую смешную историю, которая смешна относительно, смех, хвост, слезы, которая была в синагоге. Когда один пришел в синагогу и говорит, послушай, прощается к другому и говорит, я слышал, ты продаешь машину. Да. Я продаю машину, не в шаббат будет сказано. Не в шаббат будет спрошено. Я тебя хочу спросить, сколько она стоит. Не в шаббат будет сказано, она стоит 40 тысяч апельсинов. Ну, не в шаббат будет сказано, я подумаю. А следующее утро он приходит, говорит, я согласен, я тебе заплачу 40 тысяч апельсинов. Он говорит ему, не в шаббат будет сказано, я его уже продал. Бывает такое, к сожалению. Одна из вещей, важнейших вещей, которая стоит в центре этой главы, это грех золотого телеса. Как он произошел? Когда евреи приняли Тору, после этого Машар Абейну сказал, что он поднимается на гору Синай на 40 дней, и он возвратится через 40 дней. Он имел в виду, не засчитывая тот день, когда он поднялся, когда он поднялся с 7-го Асивана. Евреи получили Тору 6-го Асивана, с 7-го Асивана он поднялся. Не засчитывая, он имел в виду тот день, когда он поднимается. Но евреи решили, что 40 дней считает этот день. Значит, с 16-го Томуза евреи ждали Машар Абейну, что он спустится с горы Синай, и он 40 дней там пробыл. Понятно, что он не совсем был как человек, он почти как ангел. И 40 дней он не ел, не пил. Так может человек выдержать 40 дней без еды и питья? Понятно, что не может. Что он был как ангел. И поэтому, когда Машар Абейну не спустился с горы Синай, они сказали Аарону, «Встань и сделай нам Бога». Потому что Муше – человек, мы не знаем, что с ним произошло. Говорится, что по той дороге, к которой человек хочет идти, его ведут. Когда евреи впали в сомнение насчет Мушар Абейну, Сатан еще поддержал им это сомнение. Он показал им, у них было такое видение, они не видели, типа, насилок на небесах, на которых несут Мушар Абейну. Будто его охоронят. Это было ложное видение. Но это то, что Сатан сделался еврейским народом. Так, Мушар Абейну не спустился с 16-го, и весь ужин Золотого Тельца произошел практически за один день. За один день евреи сделали Золотого Тельца, расплачиваемся мы по сегодняшний день за этот грех. Говорится, что два самых тяжелых греха есть в истории еврейского народа. Один грех по отношению к другому человеку, это грех братьев, которые продали Иосифа. И второй грех по отношению к Всевышнему, то, что евреи сделали Золотого Тельца в пустыне. В чем была основная причина? Почему этот грех? Ведь говорится, что Сатан не говорит человеку сразу «иди служи идолу». Он действует постепенно. Точно так же есть злое побуждение, оно не говорит человеку сразу «иди служи идолу». Вначале оно говорит человеку «пойди сделай такой-то грех небольшой, потом еще какой-то, потом еще какой-то». Потом этот грех, который делается много раз, он становится разрешенным, тогда человек оказывается на краю пропасти. И он уже полностью в руках Сатаны. Так вот, как же произошло то, что евреи пришли и сказали Аарону «мало того, что Моша не пришел, так сделай нам Бога, который мы не знаем, что произошло с этим человеком Моши». Ведь на самом деле Аарон оставил Моша-Рабейну себе на замену. Они пришли к Рабу говорить, что ему делать. То есть, понятно, для чего нужен Раб. Раб нужен для того, чтобы его спрашивать, что делать. Они должны были прийти к Аарону и скажем ему «что нам делать?» Вот Моша-Рабейну задерживается, мы не знаем, что делать. На самом деле положение было отчаянным. Моша-Рабейну для них очень, начал для еврейского народа очень много. На что это похоже? Представьте себе картину, что у нас летит самолет, положение из Тель-Авива в Нью-Йорк. И вдруг стюардесса говорит, что в микрофон, что у первого пилота произошел разрыв сердца, он умер. У второго пилота произошел разрыв сердца, он умер. Не осталось того, кто ведется, кто будет вести самолет. и, конечно, самолет может лететь на компьютерах, но сажать должен человек, сажать его должен летчик, спрашивать, обращается стюардессой и спрашивает, может, кто-то из вас умеет сажать самолет из пассажиров. Понятно, что страх, ужас, какой кошмар. как они сядут, вдруг кто-то встает и говорит, что вы знаете, что если вы все соберете то золото, которое есть у вас, я сделаю из этого золота робота, который посадит этот самолет. Я специалист в этих делах. И тогда можно понять это мошарь, это притча про то состояние еврейского народа. Они оказались как пассажиры самолета, в котором в котором нет летчиков, в котором некому посадить. Некому посадить этот самолет. И они сказали Аарону встань и сделай нам Бога. Потому что этот человек Моше, который он человек, он всего лишь человек, он 40 дней пробыл на небесах, наверное, он умер несчастный. Поэтому мы не знаем, что с ним случилось, но они не должны были приходить к Аарону и говорить ему, что ему делать. Они должны были прийти к Аарону и спросить, ну что, что нам теперь делать? Они приходят к Аарону и говорят ему, что ему делать, что ему надо сделать для них золотого тельца, который им заменит моши. Это такой символ, телец. сказал им Аарон, пойдите, принесите. Аарон был рабом в то время ихнем. Сказал им Аарон, пойдите, приносите золото ваших жен и ваших сыновей, ваших дочерей. Возьмите, ну вы знаете, что забрать золотые украшения у женщин, это непросто. Аарон на это и рассчитывал. Что они сделали? Они принесли собственные золотые украшения. Но даже если бы они не говорили рабу, что ему делать, если бы они послушали Аарона и спросили бы, что нам делать, понятно, чтобы он им не сказал делать золотого тельца, понятно, что не хватило им терпения, что им надо было немножко подождать. Когда спускается Мошер Абейну, он говорит такую вещь. «Теперь левиты, кто за Бога, тот ко мне». Ему идут все левиты, колено леви обращаются к нему. Когда он говорит, что вы должны убить человека каждого своего брата. Какого брата? Объясняет Раши брата по матери, потому что колено леви не участвовало бы, если это был бы брат по отцу, это был бы человек из колено леви, но никто из колено леви не участвовал в грехе золотого тельца. Поэтому брата по матери 3000 человек спрашивает Нациф из Вало, спрашивает Нациф, где мы находим такую вещь, что Бей Дин убивает 3000 человек за один день? Это слышно, что еврейский суд убивает каждый за 3000 человек. А разве весь народ согрешил в грехе золотого тельца? на самом деле, это не говорил еще, на самом деле, в грехе золотого тельца участвовал Эра Фран, участвовал сборище народов, которые Мушей Рабейнов взял, не спросив, не посоветовавшись со Всевышним, делал из Египта и решил, что если это люди, которые хотят стать под крылья шхины, под крылья Бога, почему им не стать? Почему он говорит колену Леви и убейте каждый человек своего брата? Брата имеется в виду по матери, я так опять подчеркиваю. Говорит Нансиф так, что когда Муша Рабейнов услышал, что они пришли к Арону, как он ему рассказал, и сказали ему, что ему надо делать, он понял, что так невозможно продолжать. Когда нет иерархии, когда нет Рава, когда нет лидера, когда нету человека, у которого слушают, которому доверяют, нет у этого поколения продолжения. И увидел Мушешт, народ, что он Паруа, что он распустился. Даже тот, кто еще не служил идолом, он был Паруа, он был распущенный без страха перед небесами, без страха перед Бейдином, без страха перед лидерами народа. Понятно, что такой Баякумалицахек написан утром, когда встали утром евреи, они стали насмехаться. Этсахек говорит Раш, это язык убийства, кровосмешения и дала поклонства. И еще увидел Мушер Абейну, что если бы убили Хура, это был Хур, был сыном Мирием и Калеба. То есть не только на самом деле был грех золотого телеса, был грех убийства Хура, пророка, которого тоже Мушер Абейну оставил в качестве одного из лидеров еврейского народа. И поэтому только могло быть потрясение, которое могло, надо было потрясти народ. И тогда Мушер Абейну сказал, что только если будет такое потасение, что 3000 человек будет выбито в один день, только тогда они смогут прийти в себя, что еврейский народ придет в себя. Дай Бог поколение, которое судит своих рабинов, своих судей. У нас, конечно, возникает огромный вопрос. Как могло такое произойти, что Аарон сделал телеса? Для того, чтобы это понять, мы должны обратиться немножко в историю. После того, как евреи попросили у Хура, пророка, чтобы он сделал им золотого телеса, он отказался. Его зарезали. После этого пришли к Аарону, просили, чтобы он сделал им телеса. Аарон, которого увидел, что Хура убили, сделал им золотого телеса. Ну, разве это лидерство? Разве это лидерство, чтобы увидеть, что убили другого, и Аарон, что испугался евреев, испугался того, что его тоже убьют, и потому он сделал золотого тельца. Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы должны немножко заглянуть в еврейскую историю. После того, как еврейское государство длилось на два, Исраиль и Иуда, значит, в одном из государств Исраиль жило 10 колен, а в другом жило колено Иуды и Бениамина. Это было государство Иуда. Теперь, на самом деле в разные исторические периоды отношения между этими государствами были разные. Было, что даже доходило до братоубийственной войны, не дай бог. Но в основном они ладили. Так вот, хотя в государстве Иуда все было гораздо более кошерно, чем в государстве Исраиль. Наверное, поэтому 10 колен были изгнаны и не вернулись. Мы не знаем историю 10 колен, куда, в какой народ они превратились, и что с ними стало. Есть спор Гемарина по поводу того, когда придет Машех, если эти колен снова вернутся или нет. Так вот, то разделилось государство Израиль, когда еврейское государство разделилось на две части, после смерти царя Штуму. Через какое-то время царь Иуды взял в жены Аталию, которая была дочь злодея Ахава, царя Израиля. Когда царь Иуды умер, то царство перешло к его сыну Ахазьяву, который также был сыном Аталии. Значит, получилось, что два царя, которые стояли во главе двух еврейских государств, были дядя и племянник. Ахазьяв был царь Иуды, и он был также племянником Иорама, сына Ахава, который правил над государством Израиль. Теперь, Иегу убил Иорама, и также погиб в это время Ахазьяву. То есть, в один день произошло два события. Погибли и царь Иуды, и царь Израиля. И Аталия, мать Ахазьява, увидела, что умер ее сын, и что она сделала? Она была большая злодейка. Она сказала, мой сын умер, а сейчас кто будет царем? Его сын. Понятно, что я не буду из этого царицей. что она сделала? Это злодейка, бабушка, что она сделала? Она убила всех своих внуков из колена, из потомства Иуды. Из Иуды. Единственный ребенок, который остался живым, был Иоаш, который был сын Иахазьява. Соответственно, он был внуком Аталии. С другой стороны, он был единственным, кто остался из царства дома Давида. Всех остальных она убила. Иоадая, который был коин Гадоль, был первосвященник, он спрятал на крыше Кодаш-Кодашин, на крыше святая святых, он прятал, потому что он понимал, что они зайдут, потому что туда заходили раз в 70 лет. Он прятал там в течение шести лет этого отпрыска царя, которого звали Иоаш. И Иояда, Акоин, в итоге он сделал переворот. И после того, как убили эту злодейку Аталию, то возгласили, что царем будет Иоаш. И так Иоашу было семь лет, когда он стал царем. Ну, с тех пор Иоаш, для того, чтобы он Иояда его спас, Иояда Акоин Агадоль, первый священник, его спас, то он слушал обо всем и слушал все, что он ему говорил. Иоада Акоин был цадык, был большой праведник, поэтому все шло хорошо в государстве Иуда. Через 40 лет умер Иояда, и его сын Захария стал вместо него Коин Агадолем, первосвященником. Вдобавок, он был также пророком. В то время советники царя Иоаша заморочили ему голову. Они ему сказали, смотри, написано Если чужой приблизится к храму, тебя прятали на крыше Кодеш-Кодашим, святая святых. Написано в Торе, что тот, который чужой зайдет туда, он умрет. Ты там прожил 6 лет и не умер. Если ты из колена Иуды, и ты чужой, как могло произойти, что ты мог прожить 6 лет на крыше Кодеш-Кодашим, святая святых, и не умереть? Ты сам Бог, и поэтому мы с этого дня будем молиться тебе и поклоняться тебе. То есть сделали из Иоаша Аблдазара идола. На самом деле я должен очень этого опасаться, чтобы из него не сделали идола. Говорится, что одна из причин, почему Яков, наш праотест, не хотел быть похоронен в Египте, он не хотел, чтобы египтяне сделали из его могилы место идола поклонства. Ну что, эта идея нашла милость в глазах царя Иоаша, несмотря на то, что он слушал всю свою жизнь его яда, яда уже не было в живых, и поэтому он вообразил себя Богом. Пришел Захария, Коэнгадоль, первосвященник, который также был пророком, начал его упрекать, начал упрекать людей, которые ему служат как идолу, как можно такое допустить, служить идолу в Иерушалайме, Бог ведь нас оставит. И царь приказал его убить во дворе храма. То есть, в результате того, пророк, который не нашел милость в глазах царя, его приказали убить в Йом-Кипур, который наступал в Шаббат. Захария убили в Йом-Кипур, который наступал в Шаббат. И не помнил его аж царь, милость, которую сделал с ним отец Захария Уяда, Коэн-Гадор. Асказывает Гемара Гитин, что через 200 лет после этого события пришел на Вазурадан, который был начальником армии Новохладнецера. Он пришел и увидел, что кровь Захария кипела во дворе храма. То есть 200 лет она кипела во дворе храма, требовала своего искупления. Спросил Новохладнецера у Коэна, почему здесь кровь кипит. Сказали ему Коэны, что это кровь жертв. Он им не поверил. Он сказал, если это не кровь животных или птиц. Если вы мне скажете правду, то я сниму с вас кожу живой. Не было у них такого выбора, они сказали ему правду. Они сказали, что 200 лет тому назад было событие, что убили пророка, который упрекал, что его кровь не успокаивается до сих пол. Сказал Навзородан, я успокою его. Он убил там тысячи, тысячи, тысячи евреев. И кровь не успокаивалась. Это то, что происходит, когда убивают Коэна и пророка. Арон Акоэн знал Берога Кодыш. Он знал Святым Духом все, что будет. Что он видел? Хура, который был убит перед ним, который был пророком. Он сказал, если я не буду, он сказал себе, если я не сделаю им золотого тельца, они убьют меня, как они убили Хура. И тогда исполнится то, что написано, если ты будет убит в храме Коэн и пророк. И не будет больше еврейского народа исправления никогда. Пусть они лучше служат идолу, и они вернутся потом и сделают шву и раскаются. То есть на самом деле Арон понял, что если его убьют, то он попадет в место, он попадет в Канадин, понятно, сразу он попадет в Канадин, рай. Но при этом еврейский народ будет обречен на уничтожение. Получается, что ради еврейского народа Арон лишил себя будущего мира. Он сказал, что я не хочу будущий мир, если еврейского народа не будет исправления. И это была причина, почему Арон сделал Золотого Тельца. Понятно, что это вопрос очень сложный, очень непростой. По крайней мере, мы не видим, чтобы Арон получил какое-то наказание за это от Всевышнего. Понятно, что его кабана была только решим Шамай во имя небес. На этом я хочу закончить сегодняшний урок. Спасибо вам за внимание. Через несколько минут я продолжу нашу встречу по книге Раф Азвега Таубера «Сущность Террия». Спасибо. Спасибо.